Здравствуйте, коллеги, с вами Исааков Роман, компания AdmaroMarkets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня обсудим новый максимум по золоту, перевалили за отметку 2000, то, как Трамп планирует перевести на удаленку выборы и вообще о том, что он говорил и подумал о том, чтобы их переместить и сместить по срокам. Также обсудим покупку компании Microsoft сервиса коротких видео TikTok, ну и в принципе те события, которые сейчас для рынка являются максимально актуальными и интересными. Ну а перед началом напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк, ваши вопросы оставляйте в комментариях. Итак, сегодня уже золото торгуется на локальных максимумах, если мы посмотрим на картинку на текущий момент, то мы с вами увидим интересное движение. Давайте сразу же с графика золота начнем, в область 2031, да, сейчас уже локальный максимум сохраняется. Соответственно, что говорить о предпосылках, то есть в принципе золото выступает активным убежищем и все еще в него продолжают инвестировать, особенно на фоне неопределенности на фондовом рынке, с другой стороны, ну а с другой стороны также Федеральная резервная система сообщила о том, что они пока не планируют изменять процентные ставки, до этого момента, пока не будет набрана повышенная инфляция, то есть когда ее не разгонят до 2-3 или может быть даже 4 процентов, ну и когда уже не восстановится рынок труда. Ну и все эти, конечно, вещи подталкивают, то есть низкие ставки, они подталкивают на инвестиции в более привлекательные активы. А также со своей стороны хотел отметить то, что инвестиции в золото могут быть разными, да, можно покупать именно как сам актив, так и можно покупать акции золотодобывающих компаний. Например, компания Ньюмэн сейчас выглядит довольно-таки неплохо, но и в принципе если динамика роста золота продолжится, то и динамика роста акций этой компании тоже будет сохраняться. Ну и в принципе по мультикопликаторам компания тоже выглядит хорошо. А также из других событий, которые у нас на рынке происходят, продолжаются переговоры демократов и республиканцев относительно выплат. На текущий момент они договорились о том, что все-таки к концу этой недели они должны прийти к какому-то соглашению и уже утвердить план по компенсациям и по выплатам. Безусловно, дополнительно стимулирующие меры сейчас являются в фокусе внимания и могут быть как раз основными драйверами роста продолжения, к примеру, того же индекса S&P 500 до исторических максимумов, то есть уже в ту область, где S&P было в этом году, ну и продолжение, соответственно, этого роста. Поэтому внимательно за этим следим и я думаю, что новым импульсом как раз эта ситуация может послужить. Также Трамп сказал о том, что согласен перевести во Флориде голосование по почте, что называется, там уже эта процедура, она отработана и должна себя показать хорошо. Вообще началось с того, что Трамп хотел сначала выборы немного перенести, так как коронавирус, людям необходимо меньше выходить из дома. но не все это приняли и сначала Трамп не хотел переходить на голосование по почте, но сейчас уже такие заявления есть и во Флориде, в принципе, это поддержали. В ряде других штатов, где как раз ключевые позиции занимают его оппоненты, там это пока не прошло. Но тоже будем следить за развитием данных событий. Также очень интересная ситуация вокруг Майкрософта и покупки ТикТок. Опять же, здесь Трамп очень хорошо повлиял на эту ситуацию. Сначала он просто хотел запретить данный сервис, ну, в принципе, само приложение на территории США, так как это китайская компания, а с Китаем сейчас у них не все хорошо. Но после того, как Майкрософт изъявил свое желание купить этот сервис для того, чтобы расширить как раз свое влияние в зоне платной рекламы и подписок, то Трамп принял решение, что дать до середины сентября Майкрософт возможность договориться, провести эту сделку, ну и, собственно, владеть частью от ТикТока. То есть не всего, а именно тех регионов, которые интересны Майкрософт. Ну, в первую очередь, это регион США. Ну и плюс это дополнительные уже поступления именно в налоговую часть. Об этом тоже подчеркнул Трамп. Кстати, более подробно все актуальные события, все отчеты мы разобрали на подкасте «Два трейдера». Подкаст уже доступен для прослушивания. Ссылочку оставлю в описании. Ну а теперь давайте посмотрим, что происходит на рынках, какие есть интересные моменты на текущий момент. Ну и также расскажу о том, что я планирую со своей стороны. Евро рост продолжается. Новый локальный максимум уже в этом месяце. 1.18-1.15 сейчас торгуемся. Предыдущее максимальное значение было в области 1.19-1.13. Туда же сейчас мы и идем. Не было какой-то коррекции, с которой можно было закупиться. Поэтому здесь позиции никаких я не открывал и для себя не планировал. Поэтому здесь просто по евро пока продолжаю наблюдать. Если будет коррекция в области 1.16-1.15, то оттуда буду покупать. Сейчас пока остаюсь без позиций. Но в целом динамика сейчас вновь идет на возврат непосредственно к росту. Сегодня уже обновили локальный максимум. То есть торгуемся выше максимальных значений, которые были сформированы вчера. Коррекция в область 1.17-1.30 может дать интерес и возможность для входа на покупку. Но здесь пока эту ситуацию для себя я не рассматриваю. По британской валюте также мы сейчас торгуемся в зоне перекупленности. То есть здесь, чтобы заходить уже на покупки, я бы ждал коррекцию примерно в область 1.28-1.28-1.28 ровно и оттуда уже искал покупки. Поэтому сейчас тоже данную валюту не рассматриваю, так как сейчас рынок уже довольно-таки серьезно перекуплен. Будет, жду более-более затяжную коррекцию. В целом пока динамика в течение последних двух дней сохраняется здесь нисходяще. По паре американский доллар, канадский доллар мы возобновили движение нисходящее. Сейчас обновляем уже локальный минимум. Локальный минимум фактически уже за год. То есть доллар находится на локальных минимумах за последний год. Это тоже важно. Вчера была интересная ситуация, но, к сожалению, которую я пропустил. Была возможность зайти на вход на продажу. То есть, в принципе, цель тоже была довольно-таки оптимальная. Это движение как раз в область минимальной значения. Но данную ситуацию здесь я пропустил. Да и, в принципе, коррекция тоже была неплохая. То есть в область справедливой цены мы скорректировались. Оттуда уже пошло вновь нисходящее движение. Поэтому сейчас новых позиций я открывать здесь не буду. Буду, опять же, ожидать коррекцию. Коррекцию в область, например, 1.3465. И оттуда заходить уже непосредственно по тренду. Пара американских доллар и японская иена тоже сейчас выглядит довольно-таки шартово. Мы скорректировались после того снижения, которое было в конце прошлого месяца. Дошли до отметки 106.47. И, в принципе, вчера уже начали двигаться по нисходящей. Сегодня мы обновили локальный минимум, то есть закрепились ниже минимальные значения, которые были совершены вчера. Здесь я бы в сделку вошел. Но вошел бы, опять же, не по текущей цене, если мы скорректируемся в область, там, где у меня стоит как раз отложенный ордер 106.08 со стоплосом за максимум 3 августа. Но и с целью по прибыли это минимум 31 июля. То есть вот такая позиция здесь для меня сейчас выглядит интересной. Позиция по тренду, но здесь нужна небольшая коррекция. Если мы скорректируемся в эту область, то есть подойдем к максимальным значениям, которые были вчера, то позиция соответственно у меня откроется и здесь я буду в ней торговаться. По австралийцу. Также коррекция была, но коррекция была не очень большая. Она сейчас уже завершилась. Мы вновь возобновили рост. Новых позиций пока здесь не планировалось. Соответственно, сейчас с точки зрения часового таймфрейма у нас тенденция восходящая здесь продолжается. Поэтому будем наблюдать, будем искать возможность заходить как раз на новых коррекциях. Вот по новозеландцу ситуация чуть более интересная. Была чуть более глубокая коррекция. По новозеландцу, соответственно, сегодня мы торгуемся выше максимальной значениями вчерашней торговой сессии. В принципе, появляется сигнал также на вход, на покупку по данному инструменту. Но опять же не по текущим ценам. Поставил я стоплос чуть ниже по 0.66.03. Если скорректируемся сюда со стоплосом за минимум 3 августа и стейк профитом на максимум 31 июля, то вот как раз в эту позицию я бы вошел. То есть она выглядит довольно-таки неплохой, но опять же здесь нужна коррекция. То есть некомфортно входить по текущим ценам, поэтому ждем. Золото мы с вами уже посмотрели. В принципе, предпосылки для роста не сохраняются. С точки зрения часового таймфрейма вчера очень живо как раз обновили локальный максимум. Показали перехай 2000. Ну и, собственно, сегодня торгуемся опять же по максимальным значениям. Поэтому пока имеет смысл держать те, у кого данный актив куплен. Поэтому пока здесь никаких признаков разворота локальных пока не появилось. По индексу DAX. Также этот инструмент выглядит довольно-таки интересно для покупок. Пока на текущем это сохраняется тенденция в восходящем. Мы скорректировались довольно-таки неплохо. И здесь у меня стоит отложенный ордер. Опять же, так как волатильность довольно-таки высокая, некомфортно входить по текущим ценам. Если скорректируемся на 12296, то покупки здесь я открою. Конечно, эта ситуация может реализоваться в ближайшие несколько дней. Не факт, что это будет сегодня. Типа, или S&P 500 растет. Но мы сейчас его посмотрим. Поэтому сейчас будем наблюдать. Будем смотреть, как ситуация здесь движется. Но по DAX здесь я на рост тоже бы вошел. S&P также обновляет локальный максимум. То есть, ну вот как раз мы движемся на максимальное значение. Фактически мы находимся на расстоянии всего 2% от максимумов этого года. Я думаю, что перехай будет. А вот после уже какая-то более затяжная коррекция здесь может произойти. Ну и буду рассматривать как раз эти ситуации для входа на покупку. Из моих покупок меня здесь выбило. Поэтому цена пошла в рост без меня. Но я ищу для себя новую возможность как раз входа по данному активу. Нефть перешла также в фазу роста. Обновили локальный максимум. Поэтому сейчас сохраняется тенденция здесь восходящая. Но идем на обновление максимальных значений, которые мы видели во второй половине как раз июля. Ну и в принципе данные по запасам тоже выглядят довольно-таки неплохо. Ну будем смотреть, как ситуация здесь развивается. Понимаете, может поменяться все очень быстро. Тем более, что спрос пока еще не восстановился для нормальных значений. Ну а на сегодня это все. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Ваши вопросы оставляйте в комментариях. С вами был Исаков Роман, компания Нуромаркетс. Увидимся в пятницу и посмотрим, чем у нас заканчивается текущая торговая неделя. Всем спасибо и до свидания.